Соответствует ли Конституции полный перевод на латышский язык, частных школ и детских садов? Суд Сатверсма посчитал, что да, иск в суд еще в 2022 году подали Дана и Доминик Джибути. Их в суде представлял их отец Тенгиз Джибути. Исцы посчитали, что из-за оспариваемых норм они больше не смогут получать образование на родном языке. Кроме того, по их мнению, эти нормы лишают их права на всестороннее развитие и право на полноценное использование своего языка как в частной, так и общественной жизни. А это право, как считают истцы, проистекает из Конституции. А именно, статья 1 Сатверсма гласит, что Латвия – независимая демократическая республика. В статье 112 сказано, что каждый имеет право на образование. А статья 114 Конституции гласит, что лица, принадлежащие к нацеменьшинствам, имеют право сохранять и развивать свою языковую, этническую и культурную самобытность. Суд Сатверсмы посчитал, что для этого достаточно и образования по интересам, то есть кружков. Государственный язык – это общий язык общения в нашем обществе. Он является основой, на которой каждый гражданин Латвии может участвовать в демократических процессах. Чтобы реализовать эти цели, государство в образовательном процессе постепенно шло к свободному, творческому, образованному обществу, уважающему ценности, закрепленные в Конституции, который может участвовать в демократических процессах страны. Это возможно, если каждый человек знает государственный язык. В критической ситуации педагог все же может обратиться к ребенку на его родном языке. Также, согласно заключению суда, русский язык в Латвии по-прежнему самодостаточен, что дискриминирует носителей латышского. Автор иска уверен – решение Конституционного суда ставят под вопрос самосуществования частных учебных заведений нацменьшинств. Конституционный суд не согласился с мнением омбудсмена, который также указывал на то, что вот эта сама эссенция, сама суть, право на создание своих частных учебных заведений на своем языке будет потеряно, если эти учебные заведения будут работать только на государственном языке. И также, к сожалению, Латвия не прислушалась к рекомендациям Венецианской комиссии. Это очень, конечно, печалит, что свободы становятся меньше, и такие авторитетные мнения не учитываются. Но добавлю, что среди прочего суд признал, что требованием учиться только на госязыке и в частных школах государство ограничило права детей. Однако это ограничение соразмерно и приемлемо. ИСЦИ не исключают возможности подать иск в Европейский суд по правам человека. Право на это у них есть в течение четырех месяцев. Впрочем, дискуссия и в Латвии еще не окончена. И в пятницу суд Сатворсмы вынесет решение о том, соответствуют ли Конституции требования обучения на латышском языке не в частных школах, а в государственных и муниципальных учреждениях. Юлия Бита, Михаил Скряпкин, Иван Смиловс, РУСЛСМ.